Олена – директор Международной украинской школы в Литве. У школы четыре филиала – в Вильнюсе, Лайпеде, Каунасе и Щауляй. В них учатся около двух с половиной тысяч учеников. Как говорит Олена, педагоги школы пытаются не только учить и воспитывать детей, но и помогают преодолеть травму, которую нанесла война. Мы сейчас учимся бороться со страхом. И есть две формы, когда страх есть. Кокон закрывается человек, да, и есть открытая агрессия. И вот сейчас что такое? 1400 человек, да. Все разные семьи, разные истории. И как свой страх с завтрашнего дня, мы же не дома. И вот, скажем, как победить этот страх в себе? Когда ты побеждаешь его, вместе это легче, ты начинаешь спать. Ольга – учитель начальных классов. После того, как ее родной город Любимовку захватили российские войска, как она говорит, отказалась работать на оккупантов и воспитывать украинских школьников по пропагандистским учебникам из Кремля. Ольга вспоминает, что новой властью угрожали бросить ее в подвал, в котором была пыточная, и она решила бежать. Прежде всего, они собрали руководителей. Дали нам неделю времени, чтобы обдумать, а потом начали работать с коллективами школ. Неделя прошла быстро. В понедельник мне надо было дать окончательный ответ. Я сразу сказала, что на сотрудничество не пойду. Ее коллега Оксана вместе с сыном приехала в Лютву из городка Бережана, в Тернопольской области Украины. Как и почти все педагоги, работающие в школе, бежала от войны. Поэтому, как говорит Оксана, и она, и ее коллеги особенно хорошо понимают чувства и эмоции детей, которым пришлось, по ее словам, пережить стрельбу и бомбежки. Дети, которым пришлось пережить такие моменты, чувствуют страх, скованность, испытывают тревогу. Тревога сейчас очень заметная. Детям очень важно. Они не знают, как бороться с такими эмоциями. Поэтому мы стараемся им помочь. Мариуполь. Запориж. Киев. Звідки? Киев. Миколаев. Вы? Пятый хатка. Днепро. Полтавская область. Донецкая область. Полине 10 лет. Она из Киева. В Литву приехала вместе с мамой. Когда ее мама не работает, они вместе гуляют или смотрят мультики. Полина говорит, что встречает по дому. Но здесь она уже познакомилась и подружилась с Дашей, которая тоже приехала из Украины. Рисовать, вырезать. И сейчас люблю тоже. Я бы хотела стать в будущем художницей. В школе Полина уже успела немного выучить литовский язык. Мы учим цифры там. Мы еще учили, как представиться там. Лабас. Аж Ису Полина Каташевич. Ман Дешум Мене. Наталья до войны жила в Виннице. В школе она работает психологом. Именно она помогает детям привыкнуть к новым условиям. Дети, конечно, адаптируются быстрее, чем взрослые. Они лучше идут на контакт. Наши дети в Литве себя чувствуют комфортно. Это видно потому, как они раскрываются. Для многих детей из Украины начался уже второй учебный год, который они встречают в новой для них стране. По словам детей и их педагогов, Литва для них уже стала почти вторым домом. Витальд Янчес, Павел Ахрименко, в настоящее время, Балтия.